Семейство утиновые известно по ископаемым остаткам с начала полягенного периода и вообще обнаружено около 100 видов ископаемых утиных, то есть гуси-утки, которых сейчас вообще нет, но они в древности были, вымершие, около сотни их. В настоящем составе три подсемейства, полулапчатые гуси, гусиные и утиные. И короче, вот в этом клипе гусиные, а в следующем утиные. Разбиваю на два, потому что большое очень семейство. Но полулапчатые гуси один вид, полулапчатый гусь, ансеранос семипальмата, семипальмата, а ну да, полулапчатый. Полулапчатый почему? Потому что у него не доходят перепонки немножко, то есть перепонки зачаточные, неполные, поэтому наполовину у него лапа. Ноги высокие, лапы с длинными когтями, вообще-то он лазит по деревьям и он вообще австралийский, то есть нестандартный совершенно гусь. На деревьях в основном и ошивается, а не как наши гуси на воде в основном. У него дыхательное горло, то есть трахея образует петли, которые лежат вне грудной клетки, поэтому голос у него тоже специфический, на нашего гуся не походит. У него там горло всякое там пепетляет внутри гуся. Подсемейство гусиные, крупные, средней величины птицы с короткими ногами, цевка, то есть вот этот один палец, который у них противостоит, покрытым многоугольными щитками, окраска своеобразная, линька раз в году, 30 видов, которые делятся на лебедей, гусей и древесных уток. Ну и 17 видов гусиных бывает в России. Начинаю с лебедей. Лебедь-кликун, наиболее известный на самом деле лебедь, цыгнус-цыгнус он. 13 килограмм может достигать массы, но обычно килограмм где-то 10. Одна из самых крупных птиц России, лебедь-кликун. Ну, красивая, гордая, часто их рисуют. Белая, длинная шея. Клюв почти равен по длине голове. Короткие, плотные ноги, отнесенные назад. Большое количество пуха у лебедя-кликуна. При плавании кликун погружает переднюю часть тела в воду и немножко предподнимает заднюю. То есть, вот когда он плавет, он немного крен вперед у него на самом деле. Шея вертикальная. Голова направлена вперед. Клюв держит горизонтально, когда плавает на воде. Он, когда крылья плотно прижимает к телу. Ну и, в общем, достаточно медленно он. Но, однако, если за лебедями гнаться, если они считают, что охрана, то, если опасность, то они достаточно быстро плывут. Практически даже на лодке невозможно догнать лебедя, если он убегает. Может взлететь с воды. Ну, он разбегается довольно долго по воде, шрепает по воде лапами и потом постепенно поднимается и взлетает. Когда летит, то вытягивает шею. Редко, но сильно махает крыльями и звук крылья хлопают у лебедя. Ходить не любит. То есть он или плавает, или летает. Ну, всем известно, что если есть водоем, обычно лебеди поплывут, они будут там в воде и торчать. Но, в то же время, у лебедя довольно громкий голос. Он осторожный. Осторожность проявляется в том, что как раз он предпочитает в воде, причем вдали от берега. То есть где-то посередине какого-нибудь озера лебедь себя чувствует в безопасности, потому что с берега никто не съест. В то же время, если нападают на птенцов, то он самоотверженно сражается. Некоторые гуси и утки убегают, когда нападают на их гнезда. Вот лебедь-кликун, он будет сражаться за своих птенцов. Довольно сильно при этом бьется крыльями и может сломать руку, допустим, подростку. Маленькому человеку может сломать руку крылом, если дерется из-за гнезда. Ну, снежно-белая окраска, за что их и любят. У лебедя-клюкуна желтый клюв и черные ноги, сальвовато-красные даже могут быть. Гнездится он в диком состоянии в северной половине Евразии, Исландии, Шотландии, Скандинавии. Вообще, северная птица. Ну, где-то даже вот северные леса, таежные, вот там вот лебедь в нормальном состоянии. Ну, может до северной границы леса проникать, то есть вот до тайги где-то он. Может быть в Манчжурию, он может быть в северной Японии и так далее. Ежнее может, в принципе, встречаться, но редко. В общем-то, лесная даже птица. Лесные озера, это его нормальный образ жизни у лебедя-клюкуна. Численность сокращается. Во многих прежних местах, вот по Сибири, все меньше этих лебедей видно. Из-за уничтожения человеком мест обитания. Кроме того, он на них охотится, в Сибири, на лебедей. Поэтому местами истребили. Ну, такая для него оптимальная зона, это крупные озера, заросшие тростником, всякой водной растительностью, может селиться на морских побережьях, на заросших глухих лесных озерах, на старицах, посреди тундры может на озерах поселиться лебедь. Самое главное, чтобы его не трогали. Если его, допустим, даже люди не трогают, он может близко возле людей. Ну, хорошо, известно, что они даже живут на прудах, где люди прямо их разводят и кормят. Может, если он соображает, как бы, если его не трогают, он будет кормиться и будет рядом жить. Если его трогают, он улетит там или будет бояться человека. Перелетная птица. Зимует он, может, в принципе, зимовать даже на Белом Балтийском море, то есть близко. Ему главное, чтобы водоем не замерзал. Он улетает, когда покрывается льдом. Озеро, допустим, на котором он живет, он есть, не может. Но все-таки обычно они достаточно далеко летят. На Средиземное море они летят, лебеди. Допустим, в Италию куда-нибудь, на Каспийское море, в Среднюю Азию может улететь, куда-нибудь там, в Самарканде будет зимовать. Может, в Китае, если сибирский лебедь, может, в Китай слетать, или в Южную и Юго-Восточную Азию, Вьетнаме может зимовать. В общем, куда попадет. Но они довольно рано возвращаются на север. Еще ранней весной, когда только-только там первые лужи появляются, уже начинается прилет лебедей. Где-то так середины, конец марта. Вот где только первые протопленные, вот уже будет лебедь. Ну, и заканчивается прилет, когда уже весна в разгаре. Как правило, у него пара на всю жизнь, поэтому он прилетает сразу парами. Пары у них образуются на зимовках. То есть, вот когда они улетели, самые молодые, на первых зимовках, улетели они куда-нибудь во Вьетнам, и вот там он знакомится со своей будущей женой, и потом они всегда будут вместе. Ну, и, в общем-то, о лебедях-то и говорят, что у них там супружеская верность на грани фантастики. Даже, в принципе, это символ супружеской верности лебеди. Ну, это так, там и есть. Но, однако же, это просто в них природа заложена, поэтому это для них естественно. Но у них приверженность к паре большая. Они занимают какой-то участок, на котором они будут гнездиться и кормиться вот всей своей семьей, и могут драться с другой парой лебеди. Сталкиваются грудью, бьют друг друга крыльями, громко кричат, драки за территорией возможны у лебедей. Ну, вот, когда они уже территорию, так сказать, отвоевали или захватили, примерно через неделю самка устраивает большое гнездо, большая куча растительности они собирают, и лоток на вершине, там вот лоток, это где они будут разводить птенцов. Обычно гнездо лебедей среди тростника, камыша, может быть на мелководье, на сухом месте, может опираться на дно, или полублаучее может быть гнездо. Делают гнездо из тростника, камыша, тоже осоки, могут древесные какие-нибудь веточки притащить. Там, где будут у них сидеть птенчики, они выстилают пухом, стеблями травянистых растений, мхом. Вот пух самка выщипывает у себя из груди, из брюха, чтобы на нем потом дети были. То есть из себя она пух выщипывает и накладывает яйца на эти гнезда, лотки. Ну, размер, может быть, гнезда до трех метров. Могу большое построить. Самка откладывает яйца, когда они построили гнездо. В полной кладке от трех до семи яиц у лебедей. Белые тоже у них яйца, или слабо желтые. Если у них забрали, каким-то образом все-таки, лебедей там отпугнули, или что, забрали у них яйца, она может сделать вторую кладку. Но меньше яиц, потому что меньше энергии у них. Насиживает одна самка, а самец обычно охраняет. То есть мать сидит на яйцах, а этот бегает вокруг. Короче, всех глупит, кто там поблизости появляется из крупных животных. При опасности он может ее информировать голосом. Она закрывает, может так, они могут закрыть яйца пухом, то есть как бы замаскировать и улететь вместе с отцом. Потом, когда она вернется, когда опасность миновала, она переворачивает яйца и на них садится. Насиживает где-то 40 дней. Обычно у них птенцы появляются у лебедей середина мая, июнь, в северных районах, может быть, даже начало июля. Как правило, они только обсохнут от яйца и уже могут кормиться. У них, они как бы взрослыми рождаются. Если есть опасность, взрослые лебеди могут увести маленьких птенцов в заросли, то есть спрятать опять же, а потом улететь. То есть маленькие не летают. Поэтому они их забрать с собой не могут, они их могут куда-нибудь уводить. Они идут у них за мамой. У всех этих утиных, гусиных. Как правило, они все время держатся вместе. И даже когда они, если начинают летать, то они вместе, вот дети одной матери, они вместе потом летят на юг. Вот где-то к концу лета, к осени они начнут летать, и потом они полетят все вместе обычно на зимовку. Вот эти птенчики. А вот на зимовке они уже разобьются на пары, и у них начнется взрослая жизнь. Две линьки у него, полная летняя линька. Когда у него идет линька, выпадают маховые перья, он не может летать. И в течение месяца где-то у него вырастают новые маховые перья. Частичная осенняя линька заканчивается где-то в декабре. Осенний отлет на зимовке у него где-то вот когда замерзает все. Когда примораживает поверхность воды. Он же на воде все время. На льду он не может жить, поэтому он полетел. Соответственно, может быть, если север, там совсем районы такие таежные, то где-то начало октября он уже улетает. А на юге он может где-то в конце ноября даже быть. Питается лебедь кликон, растительной животной пищей, корневища, зеленые части водных растений, мелкие всякие водные беспозвоночные, какие-нибудь там клопы, эти самые, которые водные. Молодые, как правило, животными, мелкими питаются. Он может на дне какое-нибудь насекомое поймать, ныряет, как речная утка, или там погружает шею вовнутрь. Ну, поэтому именно он на воде и может держаться, причем он все-таки мелкую воду любит какое-нибудь озеро, потому что на глубокой воде он не может глубоко нырнуть. А так вот он плывет на воде и заодно смотрит, что там на дне, может, что-нибудь там съесть можно. Кроме того, лебедь считает, что на воде безопасно. Но, к сожалению, нифига ему там не безопасно, ловили их очень много, на пух, на еду. И в 20 веке резко упало количество лебедей, и они почти везде под охрану попали. Но в то же время он летает по разным странам, поэтому тут нужно сотрудничество разных государств. У нас вот если они зимуют, допустим, на востоке, там вообще тяжелая ситуация, Афганистан там, то да сё, и там непроконтролирующие там их тоже могут убивать. Но в целом, в общем, лебеди все под угрозой уничтожения. Лебедь-шипун, самый большой, он больше кликуна, масса 8-13 кг. Лебедь-шипун отличается тем, что он при плавании сгибает шею в виде буквы С. И глюв держит наклонно к воде. Шея более толстая у шипуна, и вот он шипит. На лету он, короче, не трубит. Вот когда кликун летит, почему кликун называется, он летит и кричит, а вот шипун молчит. Только скрип такой идёт. Ну и вот когда, если до шипуна доколупаться, он начинает шипеть. Поэтому он шипун называется. Шипуна достаточно мало. Он, в принципе, европейский. Допустим, Польша, Дания, Германия, вот там может быть. Ну, в принципе, может быть в Приморском крае, на Урале может быть, в Казахстане может быть шипун. Ну, всё, в общем, то же самое, что о кликуне можно сказать. Озёра, болота, всякие тихие места предпочитают, где люди не ходят. То есть, соображают, что там, где вот там машины, и всё такое убить могут. Но поскольку всё меньше таких мест, всё-таки шипун всё меньше распространён, охотничьего значения не имеет. В то же время как раз вот шипунов часто ловят и как домашних лебедей используют. В принципе, он живёт. То есть, он, так сказать, понимает, что нет большой опасности, что там не нападают, не кормят, не... Это, наоборот, кормят, да, этих... Ничего там нет угрозы. Он может жить, говорить, на прудах в Европе в полудомашнем состоянии. Но в то же время там он сочтёт, допустим, что снег, что холодно, и улетит из этого пруда. То есть, он полудомашний. Это не то же как наши вот гуси, которые постоянно живут, да, с человеком. Ну, вот как раз шипуна часто разводят в городских парках, всяких санаториях, как декоративная птица. И пытаются его полностью одомашнить, но вроде как он полностью домашний, он не считается, лебедь. Есть малый тундровый лебедь ещё, похожий на кликуна, но маленький. Масса где-то в два раза меньше, 5-6 килограмм. Тундровый лебедь живёт именно в тундре. И вот как раз в Сибири, по всей тундре этот лебедь живёт, и вплоть до Чукотки даже. На Таймыре есть, на островах, Новая Земля, там вот в этих всех арктических островах там есть малый тундровый лебедь. Но тем не менее, там он тоже сокращается, и ареаловый сокращается, человек вмешивается также и в тундру, всё меньше и меньше. Ну, он любит заболоченную тундру, большие озёра, низовья рек с протоками, они живут отдельными семьями, где-то на расстоянии 700 метров друг от друга гнёзда ставят, как минимум. Лучше всего несколько километров друг от друга, то есть между собой они живут обычно плохо, они хорошо живут своей семьёй, но с другой семьёй обычно конфликтуют. Ну, и для тундрового лебедя это в полной мере характерно, для всех лебедей характерно. Ну, тоже всё под охраной находится. Осенний отлёт на зимовке у него с тундры где-то октябрь, ноябрь. Может растительную и животную пищу употреблять, в принципе. На местах гнездовье он парами появляется. У тундрового лебедя есть интересные брачные игры, хотя они, в общем, одна семья и никогда не расстаются. У них часто бывает, что когда им делать нечего, то самец ходит перед самкой, вытягивает шею, приподнимает крылья, хлопает и кричит. Вот это у них считается брачные игры, это такое у них это самое семейное развлечение по типу танцев, причём танцует один мужик перед своей этой женой. Ну, в общем, строят они гнёзда, выбирают сухие возвышения, лоток только собственным пухом они выстилают, тундровый это лебедя. Кладка у них маленькая, обычно 2-3 яйца, насиживание 30 дней, птенцы, когда появляются, они их ведут на воду и сразу на воде с ними вместе живут, на озере. С маленькими своими птенчиками плавают. Где-то дней за 40 у них птенчики вырастают, начинают летать и всё, после этого уже все расстаются, все улетают на зимовку. Но у них довольно долго растут маховые перья. То есть, вот непосредственно перед перелётом они линяют и у них некоторое время они не летают. Когда перья отрастут, они полетят вообще на зиму, уже из тундры они полетят куда-нибудь. В тундре, в общем, они где-то 120-130 дней живут, ну и как раз в тундре они разводят детей, а на зимовке они уже как бы просто вот питаются. Малые лебеди в основном растительная пища. Обычно вокруг гнезда выщупают всю траву, но в принципе рыбу тоже вполне. Редкий вид занесён в красное в небо категорически. Тундровый лебедь браконьерство, хозяйственное освоение тундры приводит к тому, что их всё меньше и меньше. Они пугливые, они не любят, когда что-то шумит там рядом, они любят тихие озёра, такого даже и в тундре сейчас мало. Ну, ещё американский лебедь есть, похожий, кстати, на тундрового лебедя нашего и может залетать на Чукотку. Чёрный лебедь ещё можно отметить из лебедей, надо сказать, что он австралийский. Красивый, но особенно вот если и белого и чёрного лебедя завести, хотя я думаю, что они драться будут. Вот тоже разводят в основном у нас в парках, в садах, в диком состоянии в Австралии живёт и там практически истреблён в диком состоянии. На болотах, на озёрах он там обычно гнездо из болотных растений делает, кладки из 5-7 яиц. Ну, в общем, почти, это уже почти домашнее, то, что в дикой природе истреблён. Также есть черношей и лебедь. Ну, вот, это всё, значит, лебедями. Теперь гуси. Серый гусь, самый известный из гусей, ансер-ансер. Крупная птица, массой до 6 кг, но обычно килограмма 4 кг в гусе. Собирает корм на суше, поэтому хорошо ходит и бегает. Хотя вот эти все утиные, гусиные часто плохо ходят. Но вот, конкретно, серый гусь быстро бегает, потому что, в основном, он на суше питается. Хотя плавает, ныряет тоже прекрасно. Но, в целом, скорее в воде он спасается от хищников. То есть, кормится он на суше, где-то возле воды. А когда, если на него нападут, то он убегает на воду. Драться он может. Он очень осторожный. Они все пугливые, эти утиные, потому что они же не хищники. Что им нарываться-то на всех? Но, если, так сказать, ему уже выхода нет, он дерётся крыльями, способен собаку крыльями забить. Так что, в принципе, они это самое. Нарываются. Ну, в деревне хорошо известно, что маленькие дети могут с гусями поругаться, и гуси их там бьют порядочно. Довольно сильно летает, и хорошо летает. Но, в то же время, он высоко поднимается в небо, только если у него перелёт, если он перелетает куда-нибудь. Обычно, он низко очень летит. Ну, и в деревнях, конечно, все гуси видели, в деревнях крайне редко они летают. Ну, по краске серый гусь походит на домашних, и домашние, как правило, от него происходят. Ну, я имею в виду, дикий гусь. Клюв у него розового цвета, ноги мясно-красного цвета, гнездица по всей Европе, по всей Сибири, серый гусь в диком состоянии. Монголия, Китай, но, однако же, опять же, везде вымирает, крайне редкий стал, раньше много гусей было, охотятся на них очень много. Ну, если, значит, он в дикой природе живёт, обычные места обитания, речные поймы, озёра, лиманы, заросли тростника, травянистые болота, какие-нибудь непролазные всякие места выбирает, перелётная птица, которая только гнездится в умеренных широтах, зимует аж в Африке, в Иране, в Афганистане, в Индии, но, в принципе, на Чёрном море они могут зимовать, потому что вода есть, он зимует там, где есть вода, а улетает он, когда она замерзает. Весной прилетает довольно рано, на самом деле, зимовать он не хочет, там много конкуренции, прилетает он весной, ещё когда, в общем-то, нифига ещё и не, ещё и снег лежит, ещё и всё замёрзшее, ничего ещё не растаяло. Но постепенно вот они собираются, всё тает, где-то март-апрель, как раз ещё только-только подтаивает, вот гуси прилетают, сейчас не из первых перелётных птиц. Летают они стаями, клином, гусиные клины, хорошо тоже известно, да, или шеренги. Численность птиц в стаи до нескольких сотен, может быть, вот весна, март-апрель, гуси летят. Они летят не на тысячу километров, они несколько сотен пролетят, останавливаются, и когда они останавливаются, прямо могут быть тысячные скопления, допустим, Казахстан в степи, гуси на перелёте останавливаются, подкармливаются, там спят, отдыхают, и там могут быть прям тысячи гусей из разных стаи скопиться где-нибудь в Казахстане. Вот они только перелетают стаями, а когда они прилетят, они разбиваются на пары и начинают территории захватывать. Пары, как правило, у них образуются на зимовке, но могут и в места гнездовье образовываться. Примерно на 3-4 году жизни может размножаться серый гусь. Они, когда прилетят, почему они рано хотят прилететь, территорию захватить? Прилетят, захватывают территорию, ждут, пока снег растает. Когда снег растает, они начинают строить гнездо. Гнездо надо из сухого строить, вот выбирают всякие сухие кочки, собирают сухие стебли, тростник, обычно водные растения, все равно, что возле воды живет. Могут тоже из дерева что-нибудь ветки, сучьи ухватить, но он тащит-то в клюве, поэтому что-нибудь маленькое. Гнездо серого гуся, цилиндрическая куча из растительных материалов, лоток круглой формы, выстилается пухом и листьями мягкими, то есть, чтобы были птенцы на мягком. Размеры до метра, может быть, в диаметре. Высотой, может быть, тоже метр двадцать, в общем, больше куся все там. Полная кладка, обычно пять яиц, но может быть и до десяти. Яйца откладывают, когда высохнет, то есть, может быть, это в апреле, в мае, может быть, это по-разному. На яйцах, тоже как у лебедей, сидит самка, а самец вокруг ходит и кричит. При любой опасности он немедленно кричит, вообще гуси, они пугливые. Самка иногда вылетает, потому что она же там не может ничего есть. Она вылетает подкормиться, когда она с яиц слетает, она их закрывает листьями, пухом, кормится, потом опять возвращается, сидит на яйцах, а мужика храняет. Ну, где-то 27-28 дней насиживают. Птенцы сразу, практически как обсохли, они сразу же лезут куда-нибудь там в окружающие тростники и что-нибудь поесть. Однако их полностью отец и мать хранят первое время, они маленькие. При любой там опасности либо сами птенцы куда-нибудь ныряют там или затаиваются в тростниках, либо там родители их куда-нибудь перегоняют с места на место, чтобы они там где-нибудь нырнули и спрятались. Ну, вот где-то через пару месяцев вот так вот они с ними сидят, с самими птенцами, а потом вот через 2-3 месяца они уже летают и уже кончается лето, уже считаются взрослыми птицами. Вот примерно, когда птенцы у них оперяются, взрослые тоже линяют при выводке у них все еще. То есть они линяют и охраняют своих маленьких детей. Сначала линяют самцы, потом самки и когда они линяют, они не могут летать, у них выпадают маховые перья. И вот в это время они в какие-нибудь спокойные места где-нибудь так вот прячутся эти гуси, потому что они не могут летать. А летать это у них основной способ скрыться от личников. Ну, а вот где-то это в июле-августе все происходит так и где-то к концу августа они уже перестают линять, отрасли у них маховые пелья. И примерно в это время и начинают летать у них птенцы. Молодые, когда начали летать, могут стаями собираться и на какие-нибудь водоемы, достаточно корные, перелетать. Некоторые гуси перелетают линять. То есть, вот они еще не долиняли и перелетели куда-нибудь в более теплое место, потому что там на севере уже в сентябре достаточно холодно. И там, допустим, линяют. В дельте Волги, допустим, сибирские гуси могут перелетать и в дельте Волги линять. Это у них как бы не перелет, но это вот так бы промежуточное. Они перелетели в Волгу, полиняли, а потом полетели еще куда-нибудь. По окончании линьки они могут вообще начинать кочевать, потому что у них уже не надо возле гнезда сидеть. Дети достаточно взрослые, взрослые перелиняли и они каждый день куда-нибудь летают. То есть, вот отдельные семьи вылетают на закате солнца куда-нибудь кормиться, потом возвращаются в место основного базирования, там они спят. Спят гуси стоя или опустившись на песок. Перед рассветом опять на кормежку, днем опять возвращаются обратно, могут поменять водоем, где они базируются. У птиц хорошо с анализом ситуации, разведывательные полеты осуществляют, еще где кормежки достаточно много. поля допустим, людей тоже для гуся тоже может быть кормежкой допустим, степь, поля пшеничные, вот там могут кормиться гуси. Серые гуси растительноядные. Весной они на своих водоемах, где они выращивают детей, они поедают водные растения. Гуси могут атаковать поле человека и начать его тоже жать, потому что они растительноядные. В период размножения питаются водными и околоводными растениями. И птенцы именно какие-нибудь нежные водные растения, какие-нибудь кувшинки, самые мягкие части этих растений птенцы поедают у куся. Семена они могут когда уже взрослые могут летать перед перелетом они могут есть семена уже птенцы у них. Раньше много на них охотились, но сейчас численность упала. В Сибири, в Средней Азии возможно спортивная охота на гуся добывается ружьем, но он очень умный, осторожный и на самом деле трудно с ружья подстрелить, поэтому спортивная охота где-нибудь на болотах ищут охотники этого гуся и охотятся. От серого гуся происходят всевозможные домашние гуси, однако курс по животноводству будет позже. И там я подробно про гусеводство, про курицу и так далее расскажу уже как и про домашних. Там будет гораздо подробнее все это, пока я дикие формы характеризую чисто зоологическим. кроме серого гуся у нас есть гусь гуменник порядка 4 килограмм сухопутная птица больше чем серый гусь больше на земле проводит время и быстро бегает тоже по земле когда линяет и летать не может он может очень быстро убежать даже собака не может догнать гуменник очень быстро бегает но он бежит куда-нибудь к воде в воду он просто заныривает даже его там вообще не поймаешь гуменник более темный чем серый гусь бороя шея светлое горло брюхо белое клюв черный гуменник тоже тундровый гусь везде распространен по тундре но и в тайге тоже в тайге может быть прямо до Байкала перелетная птица зимует западная Европа средиземное море черное море где-то поближе все-таки к тундре и к Сибири обычно гуменник в нормальном состоянии это травянистая кустарниковая тундра где-нибудь возле водоемов или глухие лесные ручьи таежные маховые болота вот там может быть гусь гуменник вот допустим в Томске на гусей охотятся они едут на болото глубоко в тайгу у меня были знакомые охотники и там с большим трудом этого гуся находят не знаю нафиг надо там ходить гусей истреблять не понимаю этих людей но вот так вот это все ну на самом деле мало этого гуменника так же как и серого гуся вот в таежной полосе в небольшом количестве ну все так же он появляется ранее весной в этих местах первые лужи ну на Колыме это может быть начало июня первые лужи и там будет считаться весна прилетают они разбившись уже на пары строят гнезда гуменники в основании гнезда укладывают мох сухие растительные остатки лоток выстилают тоже пухом все в общем у них там как обычно полная кладка 3-6 яиц самка только сидит на гнезде 25 дней самец охраняет все по той же схеме как у лебедей и прочих гусей ну тустья инисея типичные места где они бывают линяют один раз в году и в этот период не могут летать птенцы тем не менее у них быстро растут у гуменника за полтора месяца уже может летать ну и в общем дальше все довольно типично для гусей поэтому гуменника отдельно не буду рассказывать все все так же примерно как серый гусь примерно живет питаться может тундре ягодами голубику он ест траву всякую травянистое растение питается на хлебных полях может пастись на рисовых полях вот даже когда человек уже там все забрал гусь он может есть остатки растений то есть человек урожай брал поле забросил может прилететь гусь и там есть все что осталось птенцы обычно на насекомых на моллюсков на ракообразных охотятся очень много гуменника тоже истребляли вот те же в отнизовье енисея где много этого гуменника было там по тысяче гусей в день добывали все эти их ловили и так далее сейчас практически везде запрещено хотя гуменник считается что это спортивная охота на него одиночная помимо этих тундровых есть белолубый гусь тоже тундры Европы пискулька практически истреблена это тоже все тундровые гуси дальше поподробнее можно сказать про сухоноса сухонос походит очень на гуменника полет у него более тяжелый такой чем полет других гусей хорошо плавает и ныряет масса сухоноса до 4,5 килограмм у него отличается сухонос у него темная полоса которая проходит вдоль задней стороны шеи окраска оперения серовато бурая вообще сам весь серый весь из себя клюв черный ноги желтые сухонос гнездился тоже по Сибири по всей таежной зоне сибири раньше гнездился сейчас практически везде истребили в Забайкале немножко есть на Амуре немножко есть восточный Казахстан Монголия зимует он в Японии в Корее ну и в общем тоже вымирает сухонос все тоже краснокнижный как раз от сухоноса происходят китайские гуси и сухонос тоже приручается может жить то есть можно допустим забрать этих его птенцов вырастить и будут как домашний гусь запрещен он добыча сухоноса как и множество других гусей диких хотя повсеместно браконьерствует Белошей средний гусь с короткой толстой шеей массой всего 2 кг редко сказывается обычно молчит надклювье розоватые ноги красновато желтые ну и Белошей он редкий населяет он Берингово море то есть он колымский гусь Белошей или чукотский Берингов пролив Анадырь Ренизовья Колумы вот эти только места еще он есть в Америке на Аляске соответственно он населяет какой-нибудь приморский вот возле моря на Чукотке низкотравная тундра солоноватые озера и там будет вот этот гусь Белошей внезапно ну и на самом деле полоса в которой он селится довольно маленькая там несколько километров от моря или от какого-нибудь пресного водоема в тундре зимует он где-то у побережья Аляски Алиутских островов может зимовать на Командорских островах то есть зимует Белошей тоже где-то возле Чукотки численность все-таки небольшая и поскольку Чукотка там холодно часто просто птенцы его от холода гибнут ну так же и люди яйца допустим могут чукчи яйца этого Белошей захватывать они что же ищут эти гнезда с яйцами гусей и потом едят запрещена охота на него и вообще всячески охраняются есть горный гусь но он больше такой монгольский у нас тоже крайне редкий и тоже все охота на горного гуся запрещена и он всячески охраняется гусиные вымирают дикие Белый гусь тоже вот был очень распространен во всех прибрежных тундрах опять же сибирский Белый гусь 2 килограмма белые крылья тоже сибирский гусь в 19 веке был по всей Сибири сейчас практически нет остался только на острове Эрангеля вот на острове Эрангеля охраняют белого гуся ну и там в общем сокращается на самом деле численность вытаптывает его гнезда северный олень писец ест яйца и человек тоже охотится на белого гуся и яйца ест даже на острове Эрангеля где последний белый гусь и остался запрещена на него охота внесен во всякие красные книги на острове Эрангеля заповедник ну говорят что он не пугливый то есть он можно подойти к гнезду они просто отойдут немного потом вернутся к гнезду и таким образом человек забирает все яйца а потом когда вернутся гуси он еще и гусей убивает достаточно доверчивый и глупый белый гусь поэтому почти везде в Сибири вымер ну так же казарки вообще-то тоже гуси из них самая красивая вот она краснозобая казарка маленький гусь один килограмм короткая шея плавает ныряет окраска оперения черная зоб и бока шеи рыжие клюв и ноги черные ну и зоб вот этот вот красный он хорошо виден в принципе красивая гамма красно-черная тундра леса тундра западной сибири сибирский гусь сухие участки тундры возле воды южное побережье Каспии это зимовка у него то есть отлетает он куда-то в Иран в Ирак вот там вот он зимует а потом прилетает в Сибирь обратно в принципе они даже зимовали Дельта Дуная для птицы лучше Дуная что Сибирь долетела как бы вот и все численность тоже все-таки слабая вот в местах зимовок этой казарки в Казахстане заповедники пытались сделать тем не менее человеку особенно плевать там на этих гусей истребляют их браконьерство они красивые и тогда их ловят для зоопарков и так далее красные книги все это все это запрещено естественно пытаются делать заповедники заказники но это бардак политический все в 90-е плевать всем было на все заповедники добывали там всех гусей ну прилетают они поскольку это все-таки северная Сибирь они прилетают где-то в июне в тундру когда тундра зеленеет казарки и вот за то время пока в тундре снега нет они выводят там свое потомство то есть сразу же строят гнездо насиживают выстилают они тоже гнездо пухом как это часто у гусинных там есть еще всякие другие соколы конюнки и на самом деле они часто близко с гнездами соколов гнездом соколов казарка часто рядом то же самое вся схема у них насиживает самка и самец вокруг ходит охраняет когда птенцы появятся они могут с птенцами переходить допустим вот она как птенцы у них идут за мамой как у всех этих утиных она может прямо по тундре на какие-то места переходить в поисках пищи то есть гнездо уже особенно им не нужно сразу они сразу достаточно взрослые уходят летняя линька у них в последней декаде июля перед линькой они собираются в стае и могут они вылетать на линьку куда-нибудь южнее ну и вот постепенного никогда не отлиняют они уже всей стаи потом полетят уже в сентябре козарка покидает тундру и переходит на места своей зимовки ест она траву в принципе вот она в тундре она ищет где травы побольше она совершенно не опасна эта козарка ну так же есть черная козарка тоже была ранее многочисленная было много ее в Европе было на севере Северная Америка всякие исследователи 19 века описывают грандиозные скопления черной козарки это маленький гусь где-то 2 килограмма хорошо плавает не может нырять он вниз головой со дна только голову сует и со дна собирает пищу вот насколько голова достанет нырять не может черная окраска черной козарки естественно кругополярный вид был то есть вот вокруг северного ледовитого океана по всей тундре он был тундровый тоже гусь но был я говорю потому что резкое падение поголовья практически не осталось под международной охраной черная козарка осталось отдельные ограниченные районы там вот тот же остров рангеля остров новая сибирь отдельные районы таймыра практически в общем его и нет этого самого черной козарки четого гуся ну также можно отметить белощекую козарку тоже примерно тот же образ жизни канадская козарка куриный гусь такой отдельный немножко вид тяжелый такой с большим клювом шея короткая и толстый австралийский светлая краска у куриного гуся вот он наземный в основном на суше поэтому называют его куриным гусем но свистящие утки тоже даже не показываю картинку они древесные но это южная америка у нас практически и нет у нас вот эти вот тундровые гуси все ну и все в общем вот это вот гусиные а утиные в следующем клипе утихи утихи утихи